Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Потому что помимо того, что хороший может быть спектакль и хорошая работа непосредственно здесь и там, когда мы будем показывать перед комиссией, очень многое зависит от везения. То я, конечно же, скажу большое спасибо своим замечательным партнерам и всем участникам спектакля, благодаря которым он появился на свет. Ну и понадеемся на импровизацию, я думаю, да? Но тем, кто ни разу, ну вдруг бывают такие люди, конечно же, не видел выступления Игоря Владимировича, ну вдруг, да, ну все-таки, этим двум-трем людям мы сейчас просто покажем фрагмент выступления. Игорь Владимирович Доброе утро! Игорь, расскажите, что это за спектакль? За эту ли роль вы номинировали на «Зовую маску»? Знаете, это тоже очень яркая роль, очень интересная для меня, потому что это перевоплощение. Люди знают этот спектакль, этот фильм, как «Здравствуйте, ваша тетя», у нас называется «Тетка Чарли». Вот, номинируют за «Белую гвардию». Для меня это было неожиданно, потому что, знаете, вот как говорится, человек предполагает о высшей силе бог располагать. Поэтому за «Белую гвардию» за роль Шеревинского я номинируюсь. Кстати, вы уже много ролей сыграли, а какая-то есть самая любимая? Вы знаете, провокационный вопрос, на самом деле. Все нужны роли любить, ну, душе, конечно же, не прикажешь. На самом деле, это такая поочередная любовь. Сегодня, допустим, я играю Аллы Паруса, да, Грей, я знаю, что я должен свой персонаж любить, должен любить своих партнеров. Без любви очень сложно, ведь, на самом деле, что-то подлинное без любви никогда не получается. Все очень пресно. Завтра я играю гельцогиню из Чикаго, послезавтра я играю «Обыкновенное чудо», и все эти роли я люблю. Но есть, скажем так, когда начинаешь вот новый спектакль работать, вот, допустим, сейчас у нас постановка идет «Яма», очень сложное произведение по Куприну, про те, кто не знают, вдруг классику, это про женщин не совсем тяжелого поведения, скажем так. Вот, и это... Вы опять там женскую роль имеете? Нет, там я не играю женскую роль, там я играю роль некого героя Лихонина, который собирается перевоспитать Любу, вытаскивать из публичного дома, вот... Доброе утро, дорогие друзья, хорошая история для утра. Замечательная команда, нужно сказать просто, что это команда тех людей, которые поставили Екатерину Великую, можно сказать, визитную карточку нашего театра, вот, Нина Чусова, музыка Дрезнин, и 8-9 декабря, пожалуйста, приходите, у нас будет премьера. Игорь, есть такой вопрос, «Золотая маска» в Москве будет проходить, не боитесь ли уехать и остаться там навсегда? Навсегда. Вы знаете, у меня... Ты прям как провожаешь уже. Ну а почему? Ну здесь уже, мне кажется, сыграно все, может, в Москву ехать? Нет, так вот, знаете, говорят, что для кого-то Москва, это вот есть люди, которые очень туда стремятся. Знаете, у меня такого огромного желания как бы нет, мне, в принципе, все в моем театре устраивает. У меня огромный спектр, я играю и характерные роли, я играю и в мюзикле, и в оперете, и, знаете, еще как говорят, где родился, там и пригодился. Ждем вас с нетерпением обратно. Спасибо огромное. Спасибо большое, Игорь. Сегодня у нас в гостях был Игорь Ладейщиков. Ну что ж, действительно, пожелаем удачи, пожелаем победы и награды. Везите «Золотую маску» сюда, к нам, Игорь, в Екатеринбург. Мы же буквально через несколько минут будем подводить итоги, и чтобы как-то активизировать мозговую деятельность, выпьем Biffy Life.